Последнее время все вокруг только и делают, что говорят про VPN. А ты установил VPN? А у тебя Instagram грузится? Практически каждая домохозяйка сейчас знает эти три буквы. Продвинутые пользователи персональных компьютеров знают про виртуальную частную сеть с момента начала эпохи контроля над интернетом. Доступ к некоторым сайтам в России блокируется уже давно. Одно из самых громких дел — блокировка рутрекера 6 лет назад. Тогда многие восприняли это с грустью и недовольством, но с пониманием. Все-таки пиратство лишает создателей контента прибыли. Однако это была только разминка. Роскомнадзор понял, для чего он создан, и стал все активнее банить сначала оппозиционные СМИ, потом различные флибустерские ресурсы, сайты пикантного характера и прочую запрещенку. Дошло до того, что в 2018 году при попытках заблокировать Telegram половина рунета работала со сбоями. И сейчас, на волне ситуации с Украиной, блокировки становятся все активней. Многие скажут «Пофиг, у меня есть VPN». А что если я вам скажу, что VPN-протоколы могут перестать работать, и любая возможность попасть на рутрекер или этот ваш твиттер с территории России просто исчезнет? Кто-то напишет, что я опять сгущаю и навожу панику. ТСПУ и ДПИ, отвечу я вам. Меня зовут Михаил Крошин. Сегодня поговорим про таинственный черный ящик интернета. Внимание, черный ящик! Друзья, хочу напомнить, у нас есть сообщество ВКонтакте и канал в Телеграм. И даже если запустят черный ящик, о котором я сейчас расскажу на полную, эти ресурсы, надеюсь, блокировать не будут. Еще многие спрашивают, что за мантия или сорочка надета на мне во всех последних выпусках. Тем, кому интересно, можете найти наши оверсайз костюмы по ссылке в описании. В конце ролика я расскажу об этом поподробнее. А теперь давайте заглянем в черный ящик. С активным развитием интернета в нулевые стало понятно, что далеко не все готовы в нем играть по правилам и законам. А значит, нужна цензура. В самом простом виде мы ее знаем как брендмауэр. ПО, нередко встроенная в антивирус и способная блокировать доступ к определенным ресурсам. Чаще всего мы встречаемся с ним, настраивая родительский контроль, чтобы ребенок не увидел раньше времени всю глубину интернета. И разумеется, такая фильтрация трафика может быть на уровне провайдера. В таком случае этот программно-аппаратный комплекс зовется обычно межсетевым экраном. С его помощью можно заблокировать доступ к любому сайту в сети провайдера по его IP. Что, собственно, Роскомнадзор и делает. Сайты очень редко меняют свой адрес, потому что переход на новый IP приведет к тому, что пока DNS не перестроится, он не будет доступен для пользователей, а потеря трафика никому не нужна. Поэтому, создав список запрещенных IP-адресов и разослав его провайдером, можно настроить фильтрацию и легко заблокировать доступ, например, к торрент-трекерам. Этот список легко нагуглить, но уже давно известно, что существует его тайная версия, куда сайты попадают временами еще до решения суда о блокировке. И ведь тут ничего не скажешь. В РКН ответят, что еще ничего не нажимали. К счастью, обойти такую блокировку легко. Достаточно поднять VPN-туннель. Со стороны провайдера это будет выглядеть так, как будто весь трафик от пользователя идет через один незапрещенный IP-адрес. Ну а уж с него будет совершен вход на заблокированные ресурсы. Но провайдер, разумеется, это не увидит и никак на это повлиять не сможет. Именно поэтому через VPN можно без проблем скачать пиратский фотошоп или зайти и чисто посмотреть на контент деликатного характера. При этом Роскомнадзор до последнего времени все устраивало. Ресурс на территории России заблокирован? Заблокирован. Трафик задержан? Задержан. Американец? 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 Кто американца привел? Американец свободен. Так что со словами Guten Tag, Bonjour или Buenas Tardes вас пускают в любой клуб. И такой формальный фейс-контроль отлично работал до 2018 года, пока в России не решили запретить телеграм. И последний запрещаться никак не хотел. Начался эпичный бой с тенью. Стоит Роскомнадзору забанить одну подсеть, которую использовал мессенджер, как он тут же перебегал на новую. В итоге на пике российский интернет-регулятор заблокировал больше 10 миллионов IP-адресов, где находилось множество ни в чем не повинных ресурсов. До чего там говорить. В какие-то моменты РКН банил и Google, и даже самого себя. Жег напалмом направо и налево. Но ту войну телеграм выиграл. По итогу его разблокировали, бан с огромного количества IP-адресов сняли. Но при этом в правительстве и Роскомнадзоре поняли, что старая блокировка по IP больше не работает для ресурсов, которые готовы сопротивляться. И раз телеграм готов, нет никаких гарантий, что в будущем также не будут поступать и другие соцсети и сайты. То есть нужно дать больше очков на цензуру и прокачать товарища майора до подполковника. Результатом работы сумрачных айтишников стало внедрение в сети провайдеров ТСПУ для DPI. Сложные слова. Давайте разбираться и начнем со второго термина. DPI. Расшифровывается как Deep Packet Inspection и является технологией глубокого анализа пакетов трафика. Зачем она нужна? Ну изначально с ее помощью провайдеры могли узнать, что гуглит каждый конкретный пользователь, чтобы подсовывать ему таргетированную рекламу. А мобильные операторы могли определять, что пользователь качает торренты и урезать им скорость. С помощью DPI можно отражать DDoS атаки, а также повышать или понижать приоритет определенного трафика, например голосовых пакетов в Discord. В чем же отличие DPI от брендмауэра? По сути это level up. Если сетевой экран может максимум посмотреть заголовок пакета, то вот DPI позволяет копаться в его содержимом. Насколько глубоко? А как того хочет Роскомнадзор? На базовом уровне можно провести анализ пакета. Например протоколы OpenVPN или BitTorrent открыты, поэтому отлично известны как они выглядят. При помощи DPI их можно обнаружить и блокировать. В случае с HTTP сайтами можно идти еще дальше и подменять рекламу, например, на свою или же показывать больше рекламы. Как итог, внедрение DPI здорово упрощает блокировку. Зачем банить VPN сервисы пачками по IP, если можно заблокировать сами протоколы этих сервисов? Зачем выискивать зеркала торрент трекеров, если можно заблокировать сам протокол BitTorrent? Иными словами, VPN при правильной настройке DPI станут просто бесполезны. Даже если вы поднимете его на собственном сервере, провайдер через DPI заблокирует туннель к нему. Но почему тогда это не происходит в России сейчас? Ответ прост. ТСПУ для работы глубокого анализа пакетов очень дорогие и сложны. Что же такое ТСПУ? Это технические средства противодействия угрозам. По сути, черные ящики, которые должны управлять маршрутизацией трафика, проводить глубокий анализ пакетов и позволять Рунету работать даже в том случае, если его отключат извне. На деле все сложнее. Не зря эти устройства называют черными ящиками. Мы не знаем точно, кто производит их по заказу Роскомнадзора и какое оборудование стоит внутри. То есть в прямом смысле слова, для нас их работа неизвестна. Мы не знаем, как меняется трафик извне, проходя через ТСПУ. Можем лишь догадываться по косвенным признакам, что происходит анализ пакетов, ибо растет пинг, но не более того. Во-вторых, на наше счастье, ТСПУ пока стоят не у всех провайдеров и в недостаточном количестве. Все дело в том, что глубокий анализ трафика на Лету требует очень серьезных вычислительных затрат. Представьте себе огромный склад посылок, которые нужно отсортировать. Межсетевой экран работает просто. Красные посылки отфутболиваем назад, все остальное пропускаем. Очевидно, что при такой сортировке задержка совсем невелика. Собственно, именно поэтому лет пять назад, когда Роскомнадзор забанил Рутрекер, мы не заметили, что другие ресурсы стали открываться дольше. А вот DPI — это, по сути, современная таможня. Каждая посылка осматривается, взвешивается, изучается накладная и так далее. Думаю, многие замечали, как чехлы на Али могут торчать на таможне днями, а если повезет — неделями. С сетевым трафиком все аналогично. Чем детальнее и глубже изучаются пакеты, тем сильнее растет задержка и, соответственно, падает скорость. А чтобы этого не происходило, нужно ставить больше черных ящиков и делать их работу быстрее. И с этим в России пока что большие проблемы. Опять же, точной информации нет, но по слухам, если и сейчас включить анализ всего трафика через ТСПУ, то большая часть россиян окунется в скорости dial-up. И какие сложности и недовольства за этим последуют — и так понятно. Поэтому по косвенным признакам можно обнаружить, что даже у крупных провайдеров ТСПУ включается временно и лишь для определения протоколов. Например, это хорошо видно в майнинге, когда обращение идет к одному, строго определенному крупному иностранному серверу. Если все в норме, пинг из Москвы в Норвегию должен составлять около 30 миллисекунд. Временами он подскакивает до 50, а то и до 300 миллисекунд. Конечно, при обычном серфинге это никак не ощущается. Сами сайты грузятся ощутимо дольше, чем идет пинг до них. Из массовых пользователей страдают разве что геймеры, играющие на иностранных серверах. Но опять же, такие достаточно редкие лаги легко списываются на проблемы провайдера или самой игры. Но такие легкие неудобства существуют лишь пока ТСПУ в сетях провайдеров распространены недостаточно массово. Что же изменится, когда их установят везде и в достаточном количестве? Ну, во-первых, мы потеряем официальный список заблокированных Роскомнадзором сайтов. Он просто не будет нужен. Регулятор сможет напрямую рулить ТСПУ и загружать в него правила. То есть мы больше не узнаем, какие именно ресурсы были заблокированы и почему они не грузятся. Из-за собственных проблем, из-за интернета или же Роскомнадзора. И это позволит последнему, по просьбе выше, блокировать все, что угодно. И мы никак это не определим. Во-вторых, как я уже сказал, перестанут работать популярные VPN протоколы. Не будет никакой разницы, пользуетесь ли вы готовыми сервисами или же подняли клиент на собственном сервере. Вы просто не сможете к нему подключиться. Также могут умереть торренты. Последняя возможность хоть как-то получить доступ к фильмам, софту и музыке. Иными словами, грузиться будет только то, что разрешил Роскомнадзор. Привет, Орел из 1984-го? Не совсем. На наше счастье, программисты, люди свободолюбивые и терпеть не могут, когда их в чем-то ограничивают. Так что в этом соревновании снаряда и брони, первый все-таки выигрывает. Каким образом? Дело в том, что существуют технологии маскировки трафика. Например, структура OpenVPN известна, что и позволяет вычленять их DPI и банить такие пакеты. Но что, если замаскировать их под безобидный TLS-трафик на 443-м порту? Для DPI это будет выглядеть как попытка пользователя загрузить защищенный контент со своего сервера из-за рубежа. Нет здесь никакого VPN, проходи, не задерживайся. Правда, в теории, такой трафик можно раскрыть. Так что в ход идет маскировка под веб-сокеты. Вполне стандартные методы связи между браузером и сервером. Я не буду сейчас описывать методы их работы. Главная идея тут в том, что пока способы обхода от DPI находятся впереди возможности по блокировке. Но при этом настроить такие обходные пути гораздо сложнее, чем тыкнуть кнопочку Connect на любимом VPN-сервисе. А значит, на деле еще меньше людей будут пользоваться такими сложными методами обхода блокировок. Что Роскомнадзору, в принципе, и нужно. Вполне возможно, что DPI сейчас не работает в полную силу именно потому, что блокировка по IP вполне достаточно. Например, чтобы снизить количество красивых фоточек в инсте, на 30% потребовалось всего неделя. И в будущем деградация посещаемости будет только сильнее. То есть даже такими достаточно простыми методами обхода, как VPN, пользуются далеко не все. Да и включать-отключать неудобно. Зачем тратить огромные деньги, чтобы заблокировать обходные пути для кучки несогласных? И это, вполне возможно, нас пока спасает. Но насколько долго? Ответа нет. Есть шанс, что YouTube пока не могут заблокировать чисто технически. Об этом намекнул глава Комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству Андрей Клишес. Сказав, что в теории заблокированы могут быть любые сервисы Google. Главное, чтобы для этого были технические возможности и соответствующие мощности. Все дело в том, что сервисы Google очень сильно переплетены между собой, да еще и завязаны на крутую систему кэширования CDN. Поэтому точечно заблокировать один сервис можно лишь путем глубокого анализа пакетов. А иначе, как мы видим, блокировка Google новостей задела и веб-версию магазина приложений Google Play. Хотя с виду кажется, что они вообще не связаны. И все же, сможет ли Роскомнадзор победить в этой войне с любителями свободного интернета? Увы, сможет. ТСПУ в том числе могут не только позволять работать DPI, они созданы для того, чтобы изолировать рунет изнутри. Да, пока что проводимые учения по блокировке проваливаются. Но опять же, пять лет назад про DPI вообще мало кто слышал. Так что вполне возможно, что в будущем Роскомнадзор дернет рубильник и интернет просто превратится в чебурнет. В таком случае в методах обхода просто не будет смысла. Не будет никакой возможности вырваться за рубеж. Но будем надеяться, что у нас не дойдет до такого северокорейского сценария, где есть внутренняя сеть Кванмен, а выход в большой мир доступен лишь в нескольких местах и по специальному пропуску. Пока что мы находимся на этапе от блокировок по спискам IP к блокировкам по DPI. Сколько это продлится, никто не знает. Но это означает, что VPN пока работает. А значит, у нас есть возможность получать доступ к широкому спектру информации. Костюмы. Это наш суббренд Urban Nomant. Оверсайз костюмы пошиты по собственным лекалам из качественной ткани с подкладом из мягкого флиса. Как по мне, такие утепленные костюмы самое время для нашей весны. Есть несколько цветов на выбор от черного, голубого, розового, бежевого до белого. Если все получится, к лету уже пошьем костюмы под брендом MK. Сейчас есть сложности с тканями и нужно менять размеры, так как такие модели смотрятся хорошо только с толстым материалом. В описании, помимо наших каналов ВК и Телеги, которые, я думаю, вы уже посмотрели и подписались, есть ссылка на наш магазин с авито доставкой. А также есть магазин MK в группе ВКонтакте, где вы не только сможете посмотреть и купить костюмы, но и присмотреть себе готовый ПК и сравнить цены с любыми другими магазинами в РФ. Уверен, вы удивитесь. На связи был MK, меня зовут Михаил Крошин. Надеюсь, тема раскрыта и я вам рассказал все, что вас интересовало. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Еще увидимся. Как итог, внедрение DPI здорово упро... Да е... Твою мать.